Обещание приехать вновь с концертом в Брест, данное зрителю на прошлогодней музыкальной программе Михаилом Турецким, коллектив выполнил с честью. Для каждого из музыкантов прославленного хора, треть которого являются выходцами из Белоруссии, приезд на землю, первый встретивший фашистских захватчиков, всегда волнителен и трогателен. Именно здесь особый зритель считают исполнители. Поэтому, несмотря на плотный гастрольный график, второй год подряд приезжают 22 июня в Брест, встретятся с полюбившейся брестской публикой. Мне кажется, вот это самое правильное место для нашего проекта «Песни Победа» 22 июня, начинать или продолжать, или даже заканчивать. То есть все ведь по спирали развивается. И именно 22 июня, там где началась война, и героизм участников Брестской крепости, и города Бреста, и города Героя, он беспрецедентен, он уникален. И об этом героизме знает весь мир. Мне кажется, вот именно в этом месте вероломная фашистская, фашистские полчаса, первый раз осознали, что не так все будет просто, как во Франции, или в Польше, или в Норвегии, или в Дании. Здесь как-то будет по-другому. И Брест показал, поселил неуверенность в план Барбаросса. И за это, конечно, Бресту подвигу твоему великие почести. Единство зрителя с исполнителями для Михаила Турецкого – это главная задача концерта. Соответственно, и к выбору песен, которые вошли в репертуар проекта «Песни Победы» и прозвучали со сцены, художественный руководитель отнесся с особым вниманием и тщательной подготовкой. Женская половина коллектива, арт-группа «Сопрано» добавила теплоты и нежности в звучании музыкальных композиций. «Песни Победы», «Песни Объединения» – этот подвиг, это наша общая победа, она объединяет народы и говорит всем о том, что мир надо защищать, что людям ничего больше не надо. Любовь, мир и здоровье. И об этом как раз эта программа. Она сильная, она мощная, она о любви, о мире, о войне, о подвиге. Военные песни о мире, дружбе и любви, исполненные чистыми голосами участников коллектива, живой звук и колоссальная энергетика, которая шла со сцены в зал, не могли оставить равнодушным брестского зрителя. С первых аккордов более тысячи слушателей тут же подхватывали хорошо знакомые композиции, вызывая тем самым восторг у российских звезд. «Невероятно! Безраспевки! Вы слышали, как брест запел? Поиграйте, маэстро, пусть ярость! Раз, два! Пусть ярость! Плагородная! Снимает, как волна! Идет! Война народная! Священная! Священная! И держим! Двухчасовое выступление двух талантливых коллективов, грандиозная концертная программа, с которой хор турецкого и арт-группа «Сопрано» посетили все мировые столицы, подарили незабываемые эмоции и заряд позитива многочисленному зрителю. Побывал на концерте у мэтров и наша грецкая звездочка Влад Якимович, чей творческий путь еще в самом начале. Мне все очень понравилось. Живой звук. Красивые голоса, наверное. Да, очень ровный голос, красивый, без всякого изъяна. Все вообще просто бомба. Феерическая, яркая, душевная, трогательная, запоминающаяся, талантливая. Кажется, что нет такого количества эпитетов, чтобы передать атмосферу блистательной концертной программы. Когда-нибудь мы вспомним это, и не поверятся сами. А нынче нам нужна одна победа, одна во всем мы за ценой не постоим. Песня военных лет – это наша история и вечная память о жизни, любви и героизме людей, отстоявших родную землю. Творческое наследие, которое будет петь еще не одно подрастающее поколение. Наталья Луговкина, Григорий Пекарский, Антон Луговкин, телекомпания Бук-ТВ.